Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы слышали сегодня чтение из послания апостола Павла к Галатам. Это очень важный текст для нас, но надо немножко понять историю, вот что случилось в лоне этой общины. В этой общине были христиане из иудеев и из язычников. И в какой-то момент вся церковь постановила, что те верующие, которые пришли не от иудеев, а от язычников, они не должны соблюдать те приписания, которые были в Ветхом Завете, в том числе и обрезания. Но не только это, и разные традиции, и законы, в том числе и части законы Моисеева и так далее. И почему? Потому что вся полнота закона именно в главных заповедях – любить Бога и любить ближнего. И вот если это соблюдать, то ничего другого те, которые пришли от язычников, не вынуждены были соблюдать. Но получилось так, что апостол потом оставил, уехал из этой общины, и вот кто-то другой стал проповедовать, учить жителей этого города. И учил противоположному. И жителей города, они, можно так сказать, соблазнились и, не зная, как быть, решили, что надо вернуться к традициям Ветхого Завета, надо соблюдать все, что соблюдала церковь Ветхого Завета, в том числе и обрезания. И вот апостол Павел поэтому пишет очень сильные слова этой общине. Он написал, стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Он еще и прибегает к очень сильной формулировке, говорит, вот я, Павел, говорю вам. То есть вот со всей своей силой, со всем авторитетом апостольским, он говорит, что вы не должны вернуться к рабству. Мы сегодня, может быть, недооцениваем смелость этих слов. Ведь тут речь идет не только о человеческих традициях. Речь идет в том числе и о том, что благочестивые людей того времени считали чрезвычайно важным, потому что это закон Моисею, потому что это то, что соблюдали целое поколение верующих людей. И тем не менее апостол говорит, вы не должны вернуться к рабству. Вы должны сохранить свободу, ту свободу, которую Господь Иисус Христос вам подарил. И дальше он говорит, к свободе призваны вы, братья. Вот свобода – это самое важное, что есть у человека. Как раз ради нашей свободы, ради сохранения нашей свободы Бог воплотился, Он стал человеком, Он стал одним из нас, Он принял смерть. Для чего? Чтобы мы соблюдали, чтобы мы сохранили свою свободу. Он нас не заставляет делать добро никогда. И, увы, очень часто бывает, что мы возвращаемся к рабству. Притом мы христиане, которые эти слова знаем. Почему это так? Потому что гораздо проще знать какое-то правило, четко и точно это соблюдать и быть уверены в спасении. А вот куда сложнее, когда правило это, только одно – любить ближнего своего. Это труднее намного. Вот апостол как раз и говорит, весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Но это труднее, чем соблюдать другие законы. Вот намного проще поститься, скажем, по средам и пятницам, намного проще читать правила утренне-вечерне и ничего другого не делать. То есть не очень обращать внимание на наших ближних. Но ведь новизна христианства как раз в этом. В том, что закон один – любить Бога и любить ближнего. Очень часто бывает, что вот мы себя мучим, и мы постоянно заняты какими-то совершенно незначительными проблемами. Вот можно ли или нельзя выпить кефирчик, когда человек болеет, допустим, и ему это необходимо. А это становится огромной проблемой. Можно ли или нельзя, читаясь правила, сидя, а не стоя. Можно ли или, не знаю, молиться в метро. Вот чаще всего такие вопросы занимают нашу духовную жизнь. А это все туфта, простите. Это никакого отношения не имеет к нашему спасению. Потому что весь закон в этом – возлюбить ближнего своего, как самого себя. Конечно, здесь есть опасность. Опасность, скажем так, релятивизма, субъективизма. И вот потому апостол Павел нам дает очень интересный, очень важный совет. Он нам говорит о том, каковы результаты, каков плод. Плод, с одной стороны, жизни не по духу. Дела плоти известны, они суд при любое деянии, блуд, нечистота, непотребство, и дослужение и так далее. А с другой стороны, каковы дела духа, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Вот, пожалуйста, критерии, по которым мы можем понять, правильно ли мы идем или нет. Если то, что мы делаем, нам помогает стяжать этих дел жизни по духу, значит, правильно. Если нет, значит, неправильно. Но закон остается один – любить Бога и любить ближнего. И чрезвычайно важно не терять свободу. И ничего нельзя жертвой свободы. Вот когда часто бывает, что даже мы, христиане, считаем, вот мы, раз мы делаем правильное дело, то как мы это делаем, не так уж важно. То есть, как бы цель оправдывает средства. Раз мы правильно, мы знаем, что надо, не знаю, ходить в храм, а сын подросток не хочет, я его заставляю, это же во благо ему. А это совершенно неправильно. Потому что Господь для нашей свободы, рады нашей свободы, стал человеком при несмерти. Поэтому давайте будем действительно свободу ставить на первое место. Но именно не свободу нашего эгоизма, а вот ту свободу, которую Господь нам даровал. А эта свобода и есть вот такие дела духа. То есть, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, вера и так далее. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok